мы уже начали легче ну то чтобы открыть ребенок должен знать чайные плантации если вам повезет показать это хорошо но если вы хотя бы покажете как вот на пусть и как такие листики да если бы потом в домашних условиях совете несколько листикой выслушите чтобы ребенок понял как сухой лист что это такое чай мяту можно самая главная чтобы ребенок понял как из свежего листа получается сухой лист вот как может мы можем например сделать мяту да действительно а вот это просто другое растение который теперь пожалуйста есть тарелочка я просто не досмотрела я взяла вам чай еще с дополнительными добавка добавка да у меня есть пакетики где вы можете четко понять какой запах пакетик то есть вы точно также можете надорвать пакет чтобы ребенок понял настоящий пакет мне не нравится потому что он мелко и плоский понять что это листочек сухой дали но запах вы поймете ребенка должен пощупать сейчас все получат и пощупать понюхать они что такое сухой чай запах обычного чая то есть ребенок должен с этим он должен понять как это все откуда берется да теперь у нас сухая заворка есть расскажи пожалуйста мы пьем вот такой сухой чай не едим его нет нам надо заварить каким образом мы будем заваривать что нам это за ложечку нальем воды в чай нальем чай воды хорошо включить мнение не просто сюда дать не думайте что у вас все это быстро вы должны выделить сразу много времени у меня сейчас вы все наверное наливаете из-под крана слушаем внимательно как 1 капли вот это очень важно чтобы ребенок научиться не переливать воду через край это это очень хорошо это очень хорошо это дает когда идет струя потому что да из-под крана да и слушаем скажите когда хватит хватит просто надо знать емкость чайника это пару раз нужно послухать просто ну да да я миши хожу вы миша рахой мы добавим статус воды каждого раз два три четыре не зупыняем ну но смыра то есть мы тренируемся с детьми на слух вы поняли несколько раз если перельется чайник один раз не страшно возвращайтесь начинайте сначала потому что я приветствую все вот эти вот приспособления для незрячих до которые позволяют там налить не перелить но мое глубокое убеждение это приспособление для поздно ослепших или людей с нарушением слуха все остальные дети должны уметь определить по слуху и налить если он оказался в условиях например у друзей в гостях вот что кричит твое я обзабыл дома приспособление то есть ребенок должен в любых условиях обслужить себя полностью поставьте пожалуйста итак мы поставили чайник кипятить мы поставили чайник кипятить и пока он будет закипать мы с вами должны сыпать заварку куда чайник заварчат заварник так вот заварочный чайник прежде чем мы засыпем и зальем вы должны дать возможность ребенку его рассмотреть то есть вы даете чайничек по очереди его вы будете получить для ребенок рассмотр вы говорите что для чего есть емкость да вот . ребёнок он смотрит да какая он большой чайник небольшой очень хорошо если он сравнит этот чайник с большим для кипятка смотрим что есть носик для чего этот носик чтобы зачем нужно нам ушку вот этого . да почему мы должны всегда проблема зачем нам крышка да вот крышка есть а зачем она нужна ребенок узнать немножечко попозже предложите ребенку сыпать давайте мы остальным дадим пусть изучают чайник обязательно на что он похож руками ощупали обязательно двумя руками форма цилиндр да это чайник у нас форме цилиндр сверху все где только можно форму где только можно фактурность обязательно об этом проговариваете нашли все части ну да отлично передаем дальше ну понятно что с ребенком это будет немножко быстрее просто вот все втроем и каждая должна попробовать так цилиндр побачила сверху у нас там круглый носик нашли ручки нашли а теперь мы должны засыпать за варфу в чайник ну засыпать мы с вами сейчас будем ложкой потому что мы все это высыпали на тюрьку мы начинаем чайная ложка я уже на тюрьку положила еще сколько ложечек вы определяете того какие у вас традиции в семье то есть ребенок должен знать сколько чайных ложечек дома заварить на холодильник если вы привыкли одну чайную ложечку на человека а вас строится не понятно что ребенок должен чайную ложечку положить если вы больный пик то любите точно так же во первых ребенок уже ознакомиться с традициями он начинает понимать сколько надо и учится попадать участница то есть всю процедуру делает ребенок а вы объяснили чайник сейчас вот теперь мы слушаем как закипает чайник если у вас газовая плита вообще супер там очень хорошо слышно как это все у нас нет кипит объясните ребенку почему вода шумит когда закипает как вы думаете почему вода шумит когда закипает от какой поверхности что откуда они снимаете там а почему точно чем-то она дышит значит все таки в воде я здесь растворенный до кислород но когда нагревается вода как мать мурю ребенка кислороду становится жар куда он бежит горячей воды наверх поэтому пузырьки выскакивает и выскакивает и лопается вот этот локон дает такой знак то есть ребенок должен понимать почему это случается отлично закипел чайник как вы узнали все обязательно задавайте ребенку как ты это узнал а вот накипать вот и на газе и на электрике вот и на газе и на электрике вот и те самым вот и на газе и на электрике да а то ты стоя тихо то тут начинает кипеть там буквально пару секунд наливаете горячий чай кипяток вы но вы слушаете просто вот я заливаю чтобы чай заварился выходит по есть он весь убежит то чай не сможет заварить мы его накрыли чайник крышки заваривается мы должны подумать как же нам с вами пить чай мы будем пить из заварочного чашки каждому необходимо чаш мы даем ребенку чашку и возьмем ее раз на третий дайте ребенку возможность рассмотреть чашку какая она какая форма почему она такая для чего я ушку расширяется ли она вверх сужается ли все на все обращайте внимание все молчат мам какие у вас чашки чашки снизу к вверху расширяются у вас в чашке кофе ну извините других нет но дома вы должны четко объяснить если вы пьете кофе ребенок чай покажите разницу ну и конечно если вы не пьете кофе растворимы большими чашками если у вас все таки маленькая обязательно познакомьте ребенка с чайной посудой и с кофейной и сравните ее хорошо чай у нас заварился обязательно скажите ребенку что вот мы чашку не ставим просто на стол ну то что вы скачетки и застегте это понятно зачем нужно плюс чтобы не разлить и на скачетки чтобы не слышите на себя пока до ложечки мы не думаем пока мы только думаем представьте что у вас здесь все таки есть блюдце извините у нас нету теперь я каждой налью немножечко заварки если ребенок слабовидящий обязательно обратите внимание на цвет попробуйте горячий по чуть-чуть сразу говорю чая недостаточно заварен если он будет заварить сильно вот какой по вкусу очень сильно горький вам приятно как такой чай нет нет значит что мы должны сделать разбавить воду понятно да логически разбавляем водой по просьбе ребенка то есть выполнили не догмы а конкретно должен быть почему почему вы так делаете попробуйте сейчас видимо горький вообще никакой почему он никакой что вы хотите сахар надо нужен сахар оказывается нам сахар нужен мне бы еще заварить заварить я думаю ребенок заварить я вам долю это уже ребенок балованный я вам долю так вот вот в этот момент вы вытаскиваете сахарницу у нас я к сожалению нет но если вы вытаскиваете сахарницу то помню какой чайник заварочный да вы сравниваете вот помнишь что там было чайника носик а здесь он сигарет здесь либо есть два да есть изучаем форму сахара обязательно либо она вообще без всяких вот этих ручек вот опять же есть крышка почему чтоб не тянула лава оказывается если этот эксперимент вы должны провести капнуть туда капельку воды что случилось с сахаром понятно да то есть поэтому накрываем крышечку чтобы влага туда не попала хорошо я вставлю сахар а скажите пожалуйста ну давайте приступайте может это осластить есть у проход ну вот сахар посередине стоит что вам всем было очень удобно достать потому что если я сахар поставила возни бос tooth они а я сахар поставила посередине поэтому все вы можете достать это логика сервировки вы поняли почему называющий чайник сахарницу когда посередине чтобы но я поставила посередине доставайте нужно вот Вот что надо, оказывается, ложка. Тут мы вспоминаем, что нужна ложка. И вот тут вы учите ребёнка правильно класть ложку. Какой рукой тебе удобно размешивать? Правда. Вот поэтому ложечку мы кладём возле блюдца с правой стороны. Без мира, без права не падает. Можно высыхать? Можно. Удобнее к себе предъявить? Да. Ещё не догадались. Не разыграть. Видите, это же не так всё просто, видите? Просто когда-то зрячий. И сразу на место посередине для чего? Ага. Аллочка, что вы почувствовали? Горячий. Горячий. О, оказывается, что чайник-то горячий, когда заваривается. Хорошо, размешиваем. Как мы учим ребёнка размешивать? Если мы сейчас... Ну, постучите кто-то там вот так вот, ну, чтобы сейчас всем плохо было. Разрешайте так красиво. Присочью, извините. Так. Вот сейчас каждый начнёт. Будет приятно? Нет. Правда же? Поэтому мы кончиком ставим ложечку. Ровненько, да? Опускаем в час. И рисуем на дне кружочки. Маленький кружочек. Тихо рисуем. Кто-то тише, тот лучше цветёт. Не стучим по стенкам, а рисуем кружочек в одной чашке. Ну, это же не так уж это самое лучшее. Мешайте всё-таки. Кружочки. Не точку. Кружочки. Я уже засыпаю. Я уже кружочек можно побольше. Так, теперь вот вы... Куда же девать ложечку? На блюдечку. Вот зачем на блюдечку. Как мы положим ложечку? Справа. А как мы её положим? Перевёрнуто. Вот, перевёрнуто. Чтобы стекало на блюдце. Вот мы теперь и поняли, зачем ещё, да? То есть не на складе, а на блюдце. Отлично. Ну, мы пока можем вот так вот всё это поставить. Алиночка. Ну, по что ты блюдце не привезла? Да, мы начну. Алиночка, страшно вас. Будет уже всё. Будет всё привезти. Ну, у меня, дорогие, мы ещё угощение для вас. Что я пьём с чем-то, да? С чем-то. Ну, вот я не знаю. Сейчас будем пробовать, чтобы научить. Ну, угощайтесь, дорогие. Тоже на серединку, я так понимаю. А, всё-таки на серединку. Где чайник, где сахар, где сахар, где сахар. Понимаете, когда вы насыпаете, говорите, вот мы будем с печеньем и ставите возле себя. Ну, угощайся. А ребёнок дотянуться не может. То есть он понимает, что неудобно остались. Ты понимаешь, почему надо ставить посередине? Смотри, я ставлю посередине. Я доставлю, и ты достаёшь, и все. Поэтому чашку, вот из своей чашки, только ты пьёшь. Она рядом с тобой, рядом с твоим столом. А всё остальное у нас посередине стола, чтобы каждый мог дотянуться. Петя, уйди оттуда. Петя, я снимаю, а ты стоишь там. Вы всё усвоили? Да, да, отлично вообще. Обязательно всё ребёнку объясняем. Это очень важно. Мы такие опыты проводили, когда пекли печенье. Разные формочки, вот эти, знаете, тесто замешать, раскатать. И потом давали нам разные формочки. И вот надо было на тесте как можно больше этих печенюшек. Ой, такая прелесть.